Гамар Джоба, дорогие друзья! Именно так здороваются на родине нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии Франкмен, основатель группы МГЗАВРЕБИ, Гиги Де Даламазишвили. Здравствуйте, Гиги! Привет! Напомним, сегодня в Доме печати Гиги и его команда выступят с очередным концертом. Гиги, как вы оцениваете, что вы ждете от концерта? Что ждем? Трудно вообще чего-то ждать. Просто в Икатеринбурге мы уже играем по счету четвертый концерт, по-моему, или пятый. Но каждый раз ощущение всего больше и больше. И вот, наверное, ждало ощущение от концерта, от самого себя, что что-то будет больше. Вы довольно часто бываете в Икатеринбурге, вы были у нас в апреле, в том же Доме печати. Вы приезжали к нам на ночь в музыке. Сейчас вы снова выступаете с концертом. Есть какие-то новиночки, чтобы порадовать уральцев? Да, но будут новые песни, которые мы никогда не играли. И будут какие-то маленькие премьеры, около 3-4 песни, которые, думаю, будут интересны для наших слушателей. Так что то же самое не будет. Послушайте, вы готовите сейчас вот что-то новое. А какое звучание, какого звучания ждать? Это все-таки будет больше этники, или вы потихонечку смещаетесь в сторону каких-то своих находок, звуков? Тоже очень сложно ответить. Просто мы играем так, как у нас получается. Потому что изначально наше звучание было такое, не потому что мы как-то это была задумка, или нам нравилось такой стиль, мы просто так умели играть. И все, вот этим закончилось то, что первые записи были там гитара акустическая, фандури и джембе. Все, потому что мы играли на этих инструментах. А потом постепенно-постепенно мы выучили инструменты, электрогитару. Я помню, что у нас первые пять лет был такой закон, что никакой электроники, даже электрогитары, мы ненавидели электрогитару, и вот даже бас-гитара у нас появилась через 4 года. В нашей жизни все это постепенно-постепенно произошло. И вот потом добавили электрогитару, потом добавили бас-гитару, потом что-то добавили еще, 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 и потом бас-бочку добавили, кахон. И так-так вышло, что вот сейчас играем, в принципе, если сравнивать пятый альбом, вот с первым, конечно, есть разница. И должно быть, потому что первый альбом мы записали в 2006-2007 году, а вот уже пятый записали в 2014. Так что, конечно, будет разница. А вот сейчас тоже какие-то песни, вот сейчас будем, сегодня будем новую песню играть. Ну, это не новая песня, это просто никогда не играли, это незаписанная песня. У нас очень много таких песен, которые написали, может быть, давно, может быть, не так давно, но как-то еще не записали и не играем на концертах. Вот это одна из этих песен, таких песен, и это самая такая грузинская песня, по-моему, которую мы написали. И даже многие как-то думают, что это фольклор, но это не фольклор, просто очень сильно похоже на этот стиль. Так что куда, как настроение, как у нас получается, так и формируется наш какой-то, не знаю, стиль музыки. Вас часто представляют как фолк-коллектив. В одном из интервью вы говорили, что вы играете все, что угодно, но только не рок. Вот как-то я понимаю, что музыканты обычно не идентифицируют свою музыку, но постарайтесь для наших читателей описать, какого характера эта музыка. Я говорил по поводу рока, то, что трудно играть для меня и чувствовать. Это мы играем музыку, которую мы чувствуем и которую чувствуем с самого раннего детства, потому что детство это то, что всегда тебя оставляет какой-то след большой. И это, конечно, фольклор, который на нас составил, и видно, что это я, да? Это какой концерт? А это Дом Печати. Да, это Дом Печати. Круто. Э, даже сняли этот концерт. Вы говорили о детстве. А, да, 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 я просто... А мы уже в прямом эфире, да, еще? А, из-за этого, я думал, что сейчас это вырежут и все будет красиво. Все, извините, друзья, про детство говорю, что в детстве, да, и с самого раннего детства нас учили грузинским народным песням, фольклору, и, конечно, это очень сильно видно. Это видно фольклор, видно какое-то влияние акустической музыки, гитарной музыки. И я думаю, что это все-таки основа этой музыки, это гитара. Такая гитарная музыка, где-то акустическая, где-то не акустическая. Вот такое. Просто всегда было очень сложно определить жанр. Вот в Грузии, когда мы начали выступать, мы практически 10 лет назад, там тоже был первый вопрос. Типа, ребята, как называется ваш стиль? И вот, не знаю, ну как это называется. И вот, ну, потом, просто я очень рад, что потом этот жанр как-то уже определился в Грузии как-то как свой жанр. Вот наш. И вот уже есть группы, которые поют в этом жанре. И вот я очень рад, что так получилось. Вы говорили, что в вашем детстве было очень много именно народной музыки, фольклорной. Это было в музыкальной школе или просто так сложилось, что у вас были дедушки, бабушки, родители, вам именно это культурное наследие прививали? Да, это было в первую очередь, конечно, наши родители, дедушки, бабушки, которые нас учили. И меня, просто у меня в семье все поют и все намного лучше, чем я. Вот, и мама профессиональный музыкант, она дирижер, мы у него пели все ребята в хоре. И мой дедушка был. И вот, а бабушка, это все дядя, тетя, все они очень хорошо пели. Вот, и моя сестра. Так что в Грузии изначально, когда вот рождается ребенок, вот если так сказать, да, в целом, рождается ребенок, он должен петь. Я не пел до пяти лет, это было просто, семья была в шоке, что нам делать. Ходили, не знаю, каким-то заклинателем или как-то к врачам, что нам делать, ребенок не поет, это было ужас. А потом в пять лет я чуть-чуть запел и вообще успокоились. Вот, а вот дедушка учил с бабушкой, мы сидели, я, моя сестра, твои родные и сестры в семье все сидели. И вот дедушка пел третий голос, я пел второй голос, они пели первый голос. И вот так учил, мы так развлекались, или когда он гулял нас, каждый день у нас была такая традиция, что там дедушка каждый вечер, у нас возле нашего района есть маленький лес, и вот каждый вечер он всех детей, даже не нас, наших дворовых детей, детей и соседов брал. И вот это была каждый день традиция, они не пропускали, пока они выросли. И мы выходили в лес и там пели, играли, вот, так что еще там 90-е, там 91-м, 2-м, 3-м, 4-м уже не было всего этого, ни компьютера, телевизор, там я помню, что выключался вечером в 6 часов, в 12-м, до свидания, мы сейчас выключаемся, и встретимся завтра в 8 часов утра, и все, до 8 часов, и все, телевизора нет. А потом в 8 часов, и все выключали, и потом в 12 часов, и сейчас пора уже отдохнуть, встретимся в 8 вечера. Так что не было ничего, и в принципе, больше ничего не было нужно. То, что было, был дедушка, который у нас каждый день гулял, была бабушка, которые тоже были свои обязательства, было мама и папа, которые были наши, как друзья, потому что, вот, все вот эти строгости взял, ой, я бы просню, да, уже все рассказываю, не про музыку, вот, так что, из-за этого фольклор, фольклор у нас в крови, вот. Напомним, дорогие друзья, у нас в студии франкмен группы Мгазавреби, Гиги де де ла Мазишпили. Гиги, вот вы, у вас получается, прямо-таки семейная музыка, фольклор, но по образованию вы актер, если я не ошибаюсь. По второму образованию, у нас в образовании, да. А первое? Юрист. Вы еще и юрист. Изначально ставлю. Дорогие друзья, у нас в студии юрист, актер и музыкант Гиги де де ла Мазишвили. Вы получили актерское образование, вам удалось уже сыграть в театре, в кино, или вы, в общем-то, отошли от сцены как таковой, как актерской сцены? Ну, я уже давно отошел, просто так вышло, что я захотел стать актером, когда уже учился на втором курсе в техническом университете, в факультете юрисподенции. Да, и давно поздно захотел, там, в 19 лет, и родители сказали, что, типа, они были в шоке изначально, что почему, скоро начнешь работать, уже все хорошо, женишься и все, мы отдохнем от тебя. Но до сих пор не будут отдохнуть, потому что я выбрал такую профессию. Изначально захотел очень сильно стать актером, я играл, закончил, играл в театре, там, маленькие роли были в спектаклах, ну, и параллельно, конечно, пел. Изначально, вот, пение было как хобби, потому что я так сильно люблю, очень люблю театр, и думал, что моя профессия – это быть актером, вот. Но вот со временем потом так вышло, что музыка перетянула на себя одеала, и вот я стал играть музыку уже профессионально, а вот ушел из театра, из актерского. Ну, кино – это, в принципе, кино такое, что в кино можно всегда быть, потому что кино другое, там, пришел, где-то театр – это чуть-чуть по-другому, потому что ты в театре должен быть там 24 часа в сутки, ну, всегда должен быть думать, а быть в театре. У нас есть вопрос от наших читателей. Вам привычнее выступать на площадках, которые уже, так сказать, обыграны, или не имеет значения площадка, на которой вы играете, в первый раз или во второй раз? Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Есть плюс в том, что ты уже играешь на той площадке, которой играл, потому что ты уже знаешь нюансы, атмосферу, атмосфера знакомая и так далее, и так далее. Но у меня есть минусы. Те люди, не дай бог, те люди, которые пришли, которые были на прошлом концерте, они будут сравнивать, и сравнивать – это самое ужасное для музыканта. И ты будешь сравнивать то, что вот в прошлый раз мы играли в Дом и Печати, было хорошо, а вот сейчас уже тоже было хорошо. Ну, короче, идет сравнение. В этом плане, конечно, лучше новый зал, новая атмосфера, но вот есть плюс в том, что ты уже знаешь все, а есть минус в том, что будут люди сравнивать. Так что, не знаю, для кого-то, не знаю, какой тебе важнее. Ну, вот в Дом и Печати просто нам нравится играть, потому что там мы уже играем, знаешь, какой раз? Первый играл «Лишение» Игорь Шковцов, совместный проект, второй, третий раз уже играем. Третий раз. И там очень нравится, просто атмосфера очень хорошая, и звук, в принципе, хороший ставится. Вот. И люди, и все, как это в целом, получается так, что очень приятно играть. Так что в Дом и Печати хорошо. Немного о ваших друзьях хотелось бы узнать. У вас сейчас основной состав где-то шесть человек, во всяком случае, так же, семь человек. Это ваши друзья детства, или вы все познакомились, когда уже начали музыкальную карьеру? Нет, это в принципе, мы все познакомились до музыки, в плане до музау Рэви. И кто-то с кем-то познакомился, там, 14, 13, вот по-разному. Вот все так вышло, и, ну, мы изначально дружили как друзья, а потом начали играть как друзья. Так что мы сейчас друзья, которые играют музыку, а не музыканты, которые дружат, вот так я считаю. И потому что мы не все музыканты, кроме одного человека, это Тавид Украхелидзе, который на клавишах играет. Он просто закончил консерваторию, он музыкант. А мы не музыканты, мы просто в разные профессии. И из-за музыки, из-за того, чтобы быть вместе, играть вместе, они выучили инструменты. Так что вот это и поменяли свою жизнь. Они работали все в каких-то работах. И ушли все с работы, сказали, что нет, я хочу играть музыку. Ну, пошли мы все там, купили новые инструменты, купили гитару, купили бас-гитару, взяли преподавателей. И так они выучили. И вот просто нам хотелось играть вместе. Нам не хотелось играть суперски. И мне лично, да, что типа вот я играю в песе на гитаре, играю, вот сейчас соберу там суперскую команду, суперпрофессионалов, музыкантов. И вот будет это все звучать хорошо. Нет, потому что это не была задача. Задача была, если что, играть вместе с друзьями. То есть это была большая дружеская мечта? Даже как-то не мечта. Мы как-то не мечтали вот об этом. Мы, вот у меня всегда мечта, это такое, чтобы семья была хорошо, чтобы вот что-то у меня с мечтами, вот личные какие-то мечты у меня нет. У меня всегда есть какой-то семейные мечты, чтобы там все были здоровы, вот это как-то не, как сказать, не мечта вот какой-то. Да, можно сказать, что мечтаю, чтобы это длилось долго. И вот об этом я мечтаю, чтобы моя семья чувствовала себя хорошо. И вот все было, чтобы мы были вместе, и вот все. А вот о музыке мы никогда не мечтали. Вот в плане, что вот станем рок-группой, и там будем популярны, и будем играть концерты, давать интервью, будем рок-звездами. Об этом как-то не мечтали. Это просто, само собой, все так вышло, что мы начали играть, и не было такого, что вот ребята, мы, там, просто начали играть, и все как получается, так и получается. То есть вы просто делаете то, что вам нравится? Да, да, да. И в принципе уже другое ничего уже не можем делать. Так что делаем единственное, что у нас получается. Сугубо конкретный вопрос от нашего читателя Семена. Можно ли вас пригласить на новогодний корпоратив? Конечно. И сколько это стоит, спрашивает Семен. Ой, я не знаю, слава богу, у нас есть продюсеры, которые этим занимаются. И в грузинская сторона, и в России российская сторона. Можно, можно, просто надо спешить уже. Корпоратив. Ты любишь корпоративы? Не очень. Да. Семен, связывайтесь с продюсерами группы Мкзаврэби. Вам там обязательно ответят. Да, там, кстати, ВКонтакте есть там номера, если что. Такой вопрос. Вы сотрудничали с множеством именитых музыкантов. Вполне логично, что вы работали с Нино Катамадзе, вы работали с Евгением Гришковцовым, вы уже говорили. Дружите с нашей уральской группой Сансара. Да, сегодня, кстати, будем вместе играть. То есть к вам придет Александр Гагарин? Куда он денется? Или куда мы денемся, давай, скажем. Но когда я узнал, что вы сотрудничали с коллективом Буэна Виста Соушел Клаб, это такой очень заслуженный кубинский оркестр, состоящий из седовласых грандов кубинской музыки, я был приятно-приятно удивлен. Да, получается, что сделали проект. Про Батуми это туристический. Вообще, где-то пьящики все напутали. Не напутали, просто я не люблю об этом это афицировать. Просто, в общем, кстати, такая история смешная. Вот, сделали клип про Батуми. Пять лет назад, или четыре года назад. Там, типа, департамент туризма. Сделали в Батуми такой ролик, чтобы вы на Виста Соушел Клаба Андрея Бучелли и Пласидо Домингол. Они все поют, типа, и бессами мучу. Вот так-то захотелось, что, типа, они в Батуми все поют, бессами мучу. И давай все за грузинское добавим. Давай позовем в Завребию, пусть они тоже споют. И получится такой проект в целом. И вот так и сделали, выпустили клип. И вот наши знакомые, хорошие организаторы, которые наш первый концерт делали, когда в Киеве пять лет назад, взяли большой зал и думали, что люди не придут. И первое, что они написали, что, типа, ребята сотрудничали с этими, с этими, с этими. Но это можно назвать сотрудничество, но не такого размера, как Женя Гришковцову или как Саниног Атамазо. Я был тогда очень сильно зол, сказал, что да, вот получилось такой совместный проект. Но это не значит, что мы, там, друзья или что-то такое. Вот, так что вот так было. Следующий вопрос от наших читателей. Елена спрашивает у вас, испытываете ли вы предконцертный мандраж и как с ним справляетесь? Испытываю. Сильно. Справляюсь. Просто я знаю, что я должен себя контролировать, это то, когда я очень сильно волнуюсь, потом ребята тоже очень сильно волнуются, это передается, вообще вольнение очень сильно передается. И в первую очередь, я знаю, вот тоже, вот недавно тоже сказали ребята, что Гиги не надо. У тебя такое лицо, что жить не хочется уже нам. В принципе, с этим никак нельзя справляться, вообще никак. Просто это главное, чтобы ты волновался, а не ревничал, а не боялся. Вот это, когда уже это идет в боязнь, это уже очень плохо, и это уже влияет на тебя с плохой стороны. Главное просто волноваться и волнение, обязательно будет волнение, да, если ты уже не волнуешься перед выходом на сцену, в принципе, может быть, уже все, тебе это неинтересно, и все, ты уже не будешь расти, и все. И уже остаться в этой профессии смысла нет. Я очень рад, что мои хорошие знакомые, взрослые музыканты, которые мы выходили на сцену, выходим, и всегда стоят рядом, они тоже так волнуются, как, не знаю, дети, которые выходят в 15 лет, или в 14 лет на сцену. Так что волнение это хорошо, и справляешься с этим, когда выходишь, поешь первую песню, чуть-чуть отходит, потом вторую, третью, четвертую, и уже через пятую песню, уже и все. Если все идет хорошо, а если все идет не очень хорошо, потом добавляется. Так что... Вот так. Как вы относитесь к благотворительности? Участвуете ли в каких-то благотворительных проектах? Да, участвуем. Раньше еще больше участвовали, просто раньше было, не знаю, и времени было больше. и это просто... Я люблю благотворительность, которые... В принципе, просто я очень хочу хорошо объясниться, чтобы... пару раз было так, что нас позвали, и нас, и многих групп, и вот людей, которые мы должны были помочь, и сделали плохой... Я не знаю, почему это все сделали, но когда спросил, что, типа, там были, мы были, там много групп было, пришли эти люди, которые нуждались в помощи, и всегда очень, знаешь, такое, когда приходят и все говорят, что, типа, мы поможем этим людям, эти люди стоят, ну, как им тяжело, понимаете, да, вот как им тяжело все, что они... И вот закончился это все, было очень мало людей, да, как-то не сделали пиар, я не знаю, в чем была проблема, и я дина много раз, и потом спрашиваю, что, типа, ребята, вот говорю, сколько мы собрали, если там в долларах, мы собрали 160 долларов, я говорю, что вы что, ну, в смысле, не потому, что, знаешь, я и завтра приду, и послезавтра, и всегда, но просто если делать, то лучше делать так, что имел какой-то смысл, да, если делаешь или концерт, или что-то, или что-то, и конкретно, если ты зовешь этих людей, и даешь ты надежду, что, типа, вот, мы сейчас сделаем то, что мы, потому что они же надеются потом, и, конечно, да, человек, который нуждается в беде, или человек, или, ну, благотворительность, почему делают, да, чтобы собрать какие-то средства для чего-то, так что, вот, мы практически никогда не отказываем, вообще никогда не отказываем, просто, просто чуть-чуть остается такой осадок, то, что хочется помочь кому-то, а большинство раз не получается, вот, я рад, что вот, мы делали много, вот, много наших друзей помогли, которые нужна лишь, и вся Грузия вместе стала, там сделали много концертов, сделали всего, и вот, один парень, очень хороший, уже стоит на ногах, и собрали около полумиллиона долларов, так что, напомню, друзья, у нас в студии Гиги Дедаламазишвили, фронтмент, и основатель группы Мкзаврэби, которая выступит сегодня в Доме печати, Гиги, наш читатель Виктор задает вопрос, он хочет обратиться к вам не как к музыканту, а как к жителю Грузии, он очень хочет поехать к вам на родину, давно хочет ее посетить, и спрашивает, как там относятся к русским, и в какую местность стоит поехать отдыхать? К русским на то есть все очень хорошо, очень, всегда очень хорошо относились, так что, главное приехать и посмотреть, и я очень рад, что один человек из России, кто приезжает, да, и видит Грузию, потом, когда приезжает обратно, и рассказывает, тащит минимум 10, и я очень рад из-за этого, и Грузия, в принципе, очень расцепленная страна, любит гостей в целом, а из России тоже очень сильно любит, и все просто, и с моей стороны будет неловко это все рассказать, какие мы хорошие, но спросите у друзей, которые были, и, наверное, там 99% все так скажут, вот, а что касается, куда побывать, слава богу, почему мне нравится Грузия, не потому, что я там родился и вырос, нет, и там живу, еще есть такой маленький, тема, что Грузия очень маленькая страна, просто есть, очень разная, да, и, если вам нравится отдых зимой, на лыжах, есть Гудаури, там, если море, там есть Батуми, если горы, есть Сванетти, и Рача, так что, ну, Твелиси, которые всегда можно посетить, как город, можно, если, осенью можно поехать на сбор урожая в Кархетию, как собирают винограды, все это делают, делают, короче, много, на каждый сезон есть свое развлечение. Грузия многогранна? Ну, да, маленькая, маленькая, но многогранная в этом плане, да. А у вас какое место самое любимое? Наверное, мой дом, я люблю. В Тбилиси? В Тбилиси, да, я в Тбилиси родился, вырос. Ну, я, в принципе, все, ну, все ребята, мы в Тбилиси родились, выросли. И, наверное, в Тбилиси, да, в Тбилиси. Я просто хорошо знаю Грузию, благодаря концертам, благодаря друзьям, я просто очень любил всегда путешествовать. И в Тбилиси, я знаю, в принципе, каждый уголок, и все, из-за этого шутят, я не умею водить машину, я никогда не водил машину, просто это не мое призвание. Но я знаю дороги очень хорошо. И вот я знаю каждую, каждую какую-то улицу, там, спальный район, где вот никто моих знакомых не живет, но я как-то, каким-то образом, там, много раз был. И вот я вообще такой человек, интересуюсь. и в Тбилиси хорошо знаю, и в принципе, в целом, тоже Грузию хорошо знаю. Да, ну вот, из-за этого, вот, Тбилиси. Каверзный вопрос. Давайте. Где в Грузии поют лучше всех? Где? В плане, в каком регионе? Да. А, это тоже очень разное. Тоже хочу сказать, что люди много, там, около 20 регионов, если они, или 17. Извините, может быть, да, я ошибаюсь. Ну, короче, много регионов, около 15-17 регионов. И в этих регионах люди живут очень разные, в плане, как они разговаривают, да, у них свои слова. Есть литературный, грузинский, а есть уже, там местные, там грузинские. Так что, во всех регионах свой маленький фольклор, свои маленькие традиции, свои маленькие какие-то дни, которые они все празднуют, свои песни, и реально, песни, которые очень сильно отличаются от друг друга. Есть там, Карл-Кахетинская песня, которая вообще отдельно стоит, есть западная грузинская, там, Мегленская песня, которая отдельно стоит, есть Гуриевская песня, которая вообще отдельно стоит, есть Ачашская песня, есть Суанская песня, хотим ская песня короче есть шахливская песня будет это все очень очень отличается друг от друга очень отличается даже не просто человек который грузин или живет грузии да он отвечает а вот если вот вам поставить и сказать что вот это это оба грузинский фольклорного ну отличается ли вы скажете это да так что везде поют по своему везде поют по-своему и в этом как-то видно даже характер тот того региона потому что фольклор же видно характер очень сильно нас еще один вопрос читателя для русского слушателя спрашивает илья название вашей группы достаточно трудно произносим сталкивались ли вы с этим что кто-то не может выговорить правильно каждый день вот и вообще не думали ли вы для кастролей в россии придумать как это более упрощенный вариант ни в коем случае мы останемся такими сложными нет не думали предлагали конечно но нам к за время как сказать это сложно поговорить но мы когда назвали эту группу так тогда не думали что кроме грузии вообще-то вообще-то и в грузии тоже если будем выступать и сейчас менять название для марки вообще мы как-то целом не любим маркетинг вот так прямой потому что маркетинга вот как-то всегда всегда у нас были какие-то проблемы на многие люди приходили что ребята давайте сделаем прически по-другому давайте оденемся по-другому давай сменим название она не за время что-то упрощенное давай это но нет 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 почему 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 из-за денег из-за того что много людей узнала не знаю если только из названий и знают много людей не думаю если узнают значит люди должны узнавать тебя от песнях вообще если не будет название никто не будет знать название все будут над песней это это наверное главное вот кстати о названии мгзавреби переводе с грузинского означает странники или пассажиры да почему вы решили вот так назвать группу это был вариант один из мы когда делали первый концерт в 2006 году и было это концерт вообще делала моя сестра делала и я был очень против я не хотел выступать все 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 и ну она настояла короче настояла все 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 и делали очень маленьком зале вот как тут около 30 человек это было литературное кафе около 30 человек и все были вообще все были друзья и изначально наши друзья поэты читали стихи был такой поэтический орден сам каули назывался но сейчас эти ребята а по отдельности очень талантливые поэты наши хорошие друзья и они читали стихи а потом я еще я миша и киги еще один парень мы втроем играли это было первое конце втором играли песни и как ты даже до такого уровня мы не хотели вот группа и все что даже было название ну типовые варианты но и думали название вообще назвать группу все еще и вот один из поэтов он чуть-чуть взрослый на нас и он там спросил что типа и как называется группа я говорю я не знаю такой нельзя вот играть концерт без названия я сказал что у нас есть такой вариант за время его очень сильно понравилось и вот сказал что ребята назовите за время вы же вы же уже вот посмотреть на ваш взрывы за время везде куда-то путешествуете везде вместе с гитарой все вот это ваше название это вы и вот такое это да мы вот название благословили еще один вопрос от нашего читателя сергей задает вопрос у вас очень красивый голос в этом я с ним соглашусь человек который ходивший на ходивший на ваши концерты сергей будет очень рад если вы споете на грузинском языке тбилисо я вот не пою к сожалению я вообще стесняюсь в целом петь и посыл наших почему я вообще пою я не думаю что спасибо что вы так думаете я просто так не думаю и изначально так есть музыкант есть певец есть музыканты которые еще певцы но я считаю что я музыкант потому что я только пою те песни которые в принципе написал я из-за этого я могу это спеть как и как я чувствую и кому-то это понравится кому-то не понравится а когда ты уже поешь тбилисо и что-то другое и это получается что ты уже певец и меня очень я очень стесняюсь этого делать и не очень не люблю вот иногда вот и не скажу что я никогда этого не делал я делал это пару раз и очень было некомфортно потому что это очень хорошая песня и пей поют и поепели такие выдающиеся певцы в моем исполнении это вообще довольно вообще другое другое певецом так что лучше в лесу поют те люди у которых хорошо получается может быть тогда вы что споете что-то нам из своего они так как это представляет так сидеть без гитары без ребят как пение для вас это всегда именно музыка и пение это для вас всегда какой-то коллективный процесс нет как сказать мы же группа я не знаю вот как спеть без гитары без ребят сейчас как а капелла выслушали наши песни я капелла как что-то просыпается занял как ты выставлять тихо лодочка плывет это да ведь это нравится тебе сейчас вас красивый голос возреет нет нет ну без мы на концерте будем сегодня итак друзья для того чтобы в полной мере оценить талант группы мкзаврэби гиги дедала мазишвили и его друзей вам сегодня стоит прийти в дом печати в 20 00 где группа к замкзаврэби даст очередной свой концерт спасибо вам за ваши вопросы интервью будет несколько позднее на нашем сайте а вас гиги мы очень благодарим за то что спасибо вам студию и ответили на наши вопросы спасибо до свидания господин